Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я верю, что у тебя все под контролем Но ты мне как-то когда-то Я не думала, что это будет так быстро Только подумала И следующее воскресенье Я должна была проводить детское И получается во вторник Это всегда приходит Как сказать Когда ты этого не ждешь просто Брат Павел Эту тему затронул Сделай все так, как видел на горе На этой горе святой Как там эти Львенок, допустим С теленкой вместе играли Ребенок Со змеей И я просто увидела И такая картина раскрылась Наши теофани И наши дары И все это Я просто сидела И я увидела Господь мне показал Детское, которое Он хочет Чтобы провести Просто раз Так картина открылась Прямо на этой проповеди Такое снизу Чувство И я просто поняла Что именно вот в этот Это воскресенье Господь будет действовать И постепенно Каждый день У меня все давал 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 Какие-то определенные моменты И вот приходит суббота У меня полностью садится голос Я вообще не могу говорить Только хриплю У меня такой голос Никто, кто мне звонит По телефону Меня не узнает Я понимаю Что это начинает Так Господь выходит Дает какое-то благословение Что-то будет И в это время Дьявол не дремлет И начинает все Ну просто Я говорю Господи, я все отдаю В твои сытые руки И знаете Было такое чувство Интересное Когда я села Готовиться к детскому Это было чувство Вот я Ну я как-то отдельно А Господу Что нужно было Только мои руки Клавиатура компьютера И все И просто Чтобы мои пальцы Шевелились Он сам начал писать Сам начал Такой Свой рассказ делать Про Орленка Для детей Который полностью Жизнь Орленка До того Как он прилетел На эту гору Божью Вот И он так повел И я просто увидела Что что-то будет У меня такой покой пришел Как никогда Вы знаете Всегда Перед каждым детским Я полночи не сплю Я постоянно молюсь Я постоянно в этом У меня все Все здесь А это был Честно Необыкновенная ночь Необыкновенные сутки Я просто увидела Что Ну Это Господь Сейчас будет Господь Мне просто нужно Как можно Больше отойти В сторону Просто полностью Отойти И отдаться ему И вот наступает Воскресенье Начинается Песенное прославление И последняя песня Включает сольную Сделай все так Как видел ты на горе А у меня Вот эта тема Я смотрю Думаю Господи Какой ты великий Мы выходим Идем с детьми В большой класс Туда Вместе Там проходит Отдельное Детское поклонение И первая песня Которая убирают детки Это Да я маленький Но я не цыпленок Знаю точно Что я божий орленок Думаю Боже мой Это опять моя тема Да что ж такое Думаю Господи Это точно ты И вот мы Когда зашли в класс С детками Они сели Вы знаете Нечто сошло такое Что Обычно Когда ты проводишь С детками Какую-то тему берешь Ты берешь Как со стороны плоти И потом переводишь На духовную сторону Сам Или задаешь Какие-то вопросы Чтобы они как-то Ну учителя Аскарской школы Знают Чтобы они как-то Начали отвечать Переключаться Но в этот раз Было такое Что я просто Ну Господь через меня Говорит Ребенок Орленок Рождается Но он должен сам Пробить себе Путь Со шкарлупы Родители только ждали Там И радовались И смотрели И ну И просто Просто ждали Этого момента Почему И как бы Это только единственное Что я у них спросила Все дальше Они рассказывали сами Что Орленок Этот должен был попасть В этот поток Этот вихрь А что это за вихрь Они сами отвечали Мне даже за вопрос Задавать не надо было Они сами говорили О это же Дух Святой О это то Это то И вот каждый этап Они сами говорили Мне даже не надо было Спрашивать у них Мне это было настолько Ну Потому что я знаю Как дети Обычно ты должен задавать Какой-то наводящий вопрос А это был просто Господь Ты рассказываешь Они тебя не то что Перебивают Они просто вот Они хотят дополнить Духовную сторону Мне было прям странно Я говорю Как бы Физически Про обычного орленка А они вот так вот Духовную сторону Это было так здорово И я не знаю Так быстро прошло И в конце Этот орленок Прилетает на Божью гору И вот это Теофани И наши дары И как мы служим И мы начали С детками смотреть Какие они имеют дары И они сами начали Рассказывать про друг друга Это было так интересно Они так много Все рассказали Друг о дружке Мы спели песню Реши как можешь послужить Каждый проявил свой дар Там матенька Барабанил Елисейчик пел С медочкой Давидка играл на гитаре Рафаэльчик тоже Барабанил с матенькой Они там Просто друг другу А потом После того Как мы спели песню Вы знаете Атмосфера была такая Вот просто Когда мы пели сейчас песню Небеса опускаются Это было оно Это было что-то такое Ну я просто не знаю Необыкновенное И так получилось Это просто был Господь Что до детского Я подошла к Леночке Говорю Лен Скажи мне пожалуйста Ты же матеньку Каждый день видишь Это же твой ребенок Скажи какой еще у него Есть дар Помимо того Который мы видим Вот каждый день Вот когда его видим На собрании Она говорит Ну говорит Лена Он может молиться Поддержать руки Служителей И мне так это стало интересно Я говорю Знаете ребята Говорю А я еще знаю Один секрет А матеньки А матеньки Мне сказала его мама Дети такие глаза Стали Матеньки глаза Такие А что за секрет Дети иногда То что не имеют Они сами даже не осознают Насколько у них много Внутри этих богатств Этого кладезя Вот И когда Я тоже это сказала Матенька говорит Да Я могу это Я говорю Знаете А сейчас Вот тут за стенкой Брать Юра Проводят проповедь И там наши братья и сестры Они там слушают Давайте мы Этой молитвой Просто Снизведем Святого Духа Так чтобы Потом услышать От наших дорогих Взрослых Что там у них произошло Ну давайте Матенька А можно я буду первым Говорю Ну хорошо Знаете Обычно Когда мы молимся С детками Ну это либо сидим на стульчиках Но зачастую встаем Беремся за руки А здесь было такое Дети просто все Опустились на колени И я просто Передать не могу Что это было за молитва Это была Не Не такая Знаете молитва Как обычно детки молятся Благослови маму Благослови папу Воскресную школу Помоги не подраться Аминь Ну приблизительно так Ну там может быть Еще кого-то такие Вот А здесь Вы знаете Это были Не каждый взрослый Так молится Матенька тогда Помолился Она говорит Господи Помоги мне Будь тем орленком Который Расправит крылья И полетит в этом потоке воздуха Так высоко На эту гору Помоги мне Увидеть все мои дары И просто славить Господа И Давидка продолжал И Елисей Это было Это было нечто И когда Когда они начали молиться Я обычно конечно так не делала Но я приоткрыла глаза Вы знаете Я просто не поверила Что Что передо мной дети Это были Это были знаете 20-летние 19-летние Юноши И девушка Которые Правда Ну Это было нечто большее Я просто не могу передать Какая была атмосфера Я посмотрела на матеньку Это была настолько Искренняя молитва Вы знаете Когда Когда закончили Мы все открыли глаза Я смотрю Детки У них Капают Бегут слезы И они говорят Ну И получается Вы уже пели здесь Я говорю Ну все ребят Детское служение Закончилось Они говорят Как закончилось А может быть еще чуть-чуть А атмосфера такая Просто не хотелось расходиться Я говорю Ну говорю Ну пора уже Пора И вот открываю дверь Знаете Вот Я смотрю на них А в их глазах Я вижу Вот действительно В зрелых Зрелых Молодых людей Это не те дети Которые Тут бегают Которые иногда там Кто-то их отдернет Или что-то Это было Это было нечто такое Просто Просто не передать Как только открылась дверь Они сделали один порог Один шаг за порог Они стали опять теми же самыми людьми Просто вот так По щелчку И просто эта атмосфера Я честно говорю Ну как бы Я потом когда зашла Забирать там журнал Чтобы записать все Просто я еще чувствовала Как отголоски Такого накаленного состояния Как будто вот еще Знаете Потрескивание Такое Но то что было тогда Это просто не передать Я просто знаю Что Господь мне показал Если полностью отдаться Ему И попасть в этот канал Это просто Ну это просто не описать Что Господь начинает делать Поэтому я пережила Необыкновенное время Я просто Я хочу сказать Я благодарна Господу Что Он мне дал ключ Как мне Можно попасть в этот канал Просто Теперь я прошу Господа Чтоб часто этим пользоваться Всегда Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому